Здравствуйте! В эфире дневной выпуск программы «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Молдова простилась с музыкантом Штефаном Петраке. Поминальная служба прошла в соборе святой Феодоры из Сихлы в Кишиневе, после чего гроб с телом известного исполнителя с почетной процессией был перенесен в Национальный дворец имени Николая Сулак. Проводить маэстро в последний путь и отдать дань уважения пришли родные, друзья, деятели культуры и просто почитатели его таланта. Заслуженного артиста республики Штефана Петраке похоронили на центральном кладбище Кишинева. Имя известного молдавского исполнителя и композитора Штефана Петраке «Бессмертно». Честью для молодых исполнителей еще при жизни музыканта было включить его самые известные композиции в свой репертуар. Многие из них пришли на церемонию отпевания маэстро в собор святой Феодоры из Сихлы, чтобы выразить свое уважение исполнителю и проводить его в последний путь. После этого гроб с телом Штефана Петраке был доставлен в Национальный дворец имени Николая Сулак на большую сцену в последний раз. Попрощаться с музыкантом пришли сотни поклонников, а также те, кто знали его лично. Все они говорят, что глубоко опечалены уходом Штефана Петраке и называют это большой утратой для национальной культуры Молдовы. «Он был выдающимся человеком, благодаря своему таланту, силе слова и тому, как он жил. Он всегда был очень прямым человеком, всегда говорил напрямую, и это отличает его от других исполнителей». «Он – король эстрадной музыки. К сожалению, ушел человек, который сделал очень много для эстрадной музыки Молдовы». «Мы знаем друг друга с 1966 года. Он был образцом для подражания. Мальчик, который вырос в детском доме в Ниспаренах и был очень амбициозным. У него было много гражданских целей, идеальный румынский язык. Он был очень талантлив». «Композиции, исполненные Штефаном Петраке, среди которых в августе «Если бы я имел, поверь мне, зов родительского дома» и многие другие, навсегда останутся в сердцах поклонников творчества великого музыканта. Столичный суд сектора Рыжкановка отложил рассмотрение запроса агентства публичной собственности о расторжении соглашения о сдаче Кишиневского международного аэропорта в концессию. В заключении судей Марчила Гондрабура отмечается, что судебное слушание отложено в связи с недочетами в запросе. Ходатайство возвращено в агентство публичной собственности. Мы пытались связаться с представителями агентства, но на телефонный звонок никто не ответил. В Министерстве экономики заявили, что выступят с официальным комментарием по этому поводу позже. В заключении судей отмечается, что в ходатайстве есть пробелы в аргументированной части. Агентство не представило необходимые доказательства, а также нет подтверждения тому, что конфликт пытались урегулировать мирным путем без судебного разбирательства. Суд предоставил агентству публичной собственности 20 дней для устранения недостатков. В случае, если они не будут устранены в течение этого времени, запрос будет объявлен неприемлемым. Также заключение суда нельзя спорить отдельно, а только с окончательным решением об объявлении иска недопустимым. Отметим, премьер-министр Ион Кику просил расторгнуть контракт с компанией «Авиаинвест» консессионером Кишиневского международного аэропорта. Скандал вокруг воздушной гавани страны разразился с приходом к обмина Майи Санду. Летом прошлого года экс-премьер объявила, что правительство инициирует процедуру возвращения аэропорта Кишинев в государственную собственность. Несмотря на то, что аэровокзал и так принадлежит государству, но передан в концессию компании-инвестору на 49 лет. В то время главным акционером «Авиаинвест» был Илон Шор. Позже компания была передана в управление британскому миллиардеру Нату Ротшильду, а затем контрольный пакет акций купил российский бизнесмен Андрей Гончаренко. Это случилось после того, как президент Игорь Дадон заявил о том, что в России есть люди, которые заинтересованы в управлении Кишиневским аэропортом. Воздушная гавань была передана в концессию в 2013 году. С тех пор «Авиаинвест» инвестировала в него более 88 миллионов евро. Новый инвестор Андрей Гончаренко объявил, что намерен инвестировать еще 200 миллионов евро в модернизацию аэропорта, строительство нового терминала и взлетно-посадочные полосы, а также в создании тысяч новых рабочих мест. Уточнение от румынской газотранспортной компании «Трансгаз». Газопровод «Яс» и «Унгена Кишинев» сдадут в эксплуатацию в первой половине этого года, а не в 2021-м, как писали некоторые средства массовой информации. Румынская сторона перенесла сроки завершения строительства лишь на своей территории. Напомним, газопровод начали строить в 2013 году. Тогда же называлась предположительная дата его сдачи в эксплуатацию – 2017 год. Ранее в прессе появилась информация со ссылкой на план развития газотранспортной системы Румынии на 2019-2028 годы, что газопровод «Яс» и «Унгена Кишинев» будет сдан в эксплуатацию лишь в 2021 году. Румынская компания «Трансгаз» выступила с уточнением по поводу предельных сроков строительства. Как заявили в компании, полное взаимоподключение газотранспортных систем Румынии и Молдовы действительно завершится в 2021 году. Но до этого момента Румыния в первой половине этого года уже сможет транспортировать в Молдову полтора миллиона кубометров газа в день, по завершении строительства от 4 до 6 миллионов кубометров в день. Напомним, в начале декабря прошлого года премьер-министр Ивон Кику заверил, что строительство газопровода «Яс» и «Унгена Кишинев» завершится к концу 2019 года и в 2020-м его сдадут в эксплуатацию. Нескольким посетителям столичного ночного клуба потребовалась помощь медиков после драки с охранниками. В результате конфликта один из молодых людей в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По данным полиции, все произошло около 23 часов в ночном клубе, расположенном в столичном секторе Ботаника. На место происшествия прибыли экипажи патрульного батальона и группа быстрого реагирования ближайшего отделения полиции. На террасе клуба отдыхали четверо молодых людей – два парня и две девушки. Позже между ними и охранниками клуба возник конфликт, который перерос в драку. В результате участникам потасовки потребовалась медицинская помощь. Молодых людей осмотрели медики и доставили в больницу. По данному факту ведется следствие. Все обстоятельства выясняются полицией сектора Ботаника. В ходе расследования будут опрошены свидетели конфликта для того, чтобы определить обстоятельства, при которых возникла драка. После того, как медики установят степень тяжести, полученных молодыми людьми травм, и будут определены виновники произошедшего, будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Внимание к тем, кто в этом нуждается больше других. Люди с ограниченными возможностями из села Суслины получили жизни на необходимые подарки от местного экономического агента. Не осталось в стороне и политическая партия ШОР. От политформирования людям с особыми потребностями также вручили социальные пакеты. В семье Алены трое детей. Все мальчики. Двум старшим по 21 году. Они болеют ДЦП и не в состоянии ходить самостоятельно. Поэтому инвалидная коляска им очень нужна. Это возможность бывать на улице, дышать свежим воздухом и видеть людей. Для меня тоже поможет. А для них, во-первых. Он на улице даже не может ходить. Проводить больше времени вне дома смогут и братья Георгий и Александр Голя. Инвалидная коляска для ребят – также подарок очень нужный. Теперь мне очень удобно. Большое спасибо всем. Это очень приятно. Специальные средства передвижения и предметы быта тем, кому они жизненно необходимы, были выделены в качестве спонсорской помощи от экономического агента из населенного пункта Суслины. С большим удовольствием мы передаем эти подарки и надеемся, что и другие экономические агенты из Суслин продолжат эту прекрасную традицию и сделают людям много хорошего. Не осталась в стороне и политическая партия Шор. В качестве подарка от политформирования людям вручили продуктовые наборы. Мы дарим социальные пакеты с продуктами питания. Это подсолнечное масло, макароны, сахар, мука – то, что необходимо дома. В селе Суслины проживают около 300 людей с ограниченными возможностями. В первую очередь спонсорскую помощь получили особо нуждающиеся. Далее новости из-за рубежа. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Машустина на должность премьер-министра после того, как 15 января правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Напомним, отставка Кабмина была связана с радикальными реформами российской конституции, предложенными накануне президентом Путиным. В итоге на сегодняшнем заседании Госдумы за Машустина проголосовало 383 депутата. Против его кандидатуры голосов не было. Политические аналитики утверждают, что выбор Владимира Путина относительно Михаила Мишустина, ранее неизвестного на политической арене, не случайен. Подобное решение говорит о том, что Мишустин не будет принимать решения самостоятельно, а будет действовать согласно указаниям, считают специалисты. Михаил Мишустин – доктор экономических наук. С 1992 по 1996 год работал в Международном компьютерном клубе, стал организатором Международного компьютерного форума, одной из крупнейших выставок в области IT в России. Начиная с 1998 года занимал различные посты в государственных ведомствах. Возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 возглавил группу компании UFG, одной из крупнейших в России компаний в области управления активами. Напомним, правительство России подало в отставку 15 января. Заявление было сделано премьером Дмитрием Медведевым спустя три часа после окончания оглашения послания Путину Федеральному собранию, в ходе которого глава государства предложил внести изменения в Конституцию страны, перераспределив властные обязанности в пользу парламента и Государственного совета. Также 16 января глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о временной передаче полномочий председателю правительства Муслиму Хучиеву. Своё решение Кадыров объяснил проблемами со здоровьем. Вернемся к событиям нашей страны. Весна в январе. Тёплая погода в середине зимы привела к тому, что в центральных и южных районах Молдовы начали распускаться цветы. Ну а на деревьях и кустарниках набухают почки. Жимылость калина, кизил и ещё у минимум семи видов растений в ботаническом саду Кишинёва, которым ещё не время цвести, набухли почки, готовые распуститься в середине зимы. Аномально тёплая погода, которая устоялась в последние дни в республике, стала причиной того, что весна приходит гораздо раньше, на целых два месяца. Так, например, вот для этого растения магнолий остаётся, по словам специалистов, всего несколько дней, и его почки раскроются. Если жимылость и другие декоративные растения ботанического сада по большей части привозные, то сирень – наш местный вид, и фаза его цветения приходится на март-апрель, и никак не раньше. Вот посмотрите, на сирене уже появились бутоны и даже первые листики. Но из-за того, что ночью минусовая температура, края листьев уже пострадали. Спасти растения, начавшие распускаться раньше времени, может только снег. Но синоптики в этом смысле прогнозами не радуют. До конца месяца не будет резких изменений температуры. Ожидается, что температура будет варьировать в районе от нуля до плюс пяти градусов. Также, согласно последним данным, температура может быть ещё выше. Синоптики также утверждают, что в ближайшее время не ожидается никаких осадков. Густой туман продолжает сохраняться в Молдове. В связи с этим синоптики продлили жёлтый код метеоопасности. Предупреждение вступило в силу утром и будет действовать до 20.00. В некоторых местностях видимость не будет превышать 200 метров. Водителей призывают ездить с включёнными противотуманными и фарами дальнего света, а также соблюдать дистанцию между автомобилями. Во время таких погодных условий велосипедисты обязаны носить одежду со светоотражающими элементами. На этом дневной выпуск новостей завершён. В студии была Ирина Варсан. Увидимся в 21.00 на нашем телеканале. Хорошего дня! В Аргееве, в столице земли. В Аргееве, в столице земли.